Приветствую вас! Есть у меня такое ощущение, что вы уже задавали вопрос, потому что там похожая тематематика, похожая ситуация, я правда не помню, был ли там возраст у того вопроса, вот, но ситуация была похожая, вот. И, как бы, насколько я помню, вопрос было тоже, что вы любите девушку, что у вас нет интима, что у нее к вам нет чувств, и вы спрашивали, как мне сделать так, чтобы у нее чувства ко мне появились. Ну вот, прямо очень похоже, что это вот прямо продолжение того вопроса, ну, могу ошибаться, конечно. Если я правильно помню, то в этом вопросе вам просто-напросто, ну, почему вы выбрали лучшим, или человек, который задавал вопрос, выбрал ответ на этот вопрос лучшим, Ему мой коллега, кстати, он вам ответил уже на ваш вопрос, мой коллега посоветовал просто быть более надежным, любить и не прекращать общение, да, то есть продолжать как-то вот общаться. Ну, несмотря ни на что, ну, примечательно, что, если это были вы, то вы ответ получим делами, но, как оказалось, все равно берлиц недельный совершили в отношении. И здесь, как бы, вопрос, если вы не подключили совета, то зачем тогда спрашиваете, что вам делать? А, это так, лирическое отступление было. Итак, чувства к будущему парню, моей девушке, помеха в наших отношениях. Ну, я вам, наверное, скажу, здесь сразу так, что у вас нет отношений. То есть, если у нее есть чувства к парню, вот, ну, к бывшему, то отношений с вами у нее нет. То есть, она просто сосуществует с вами. Она просто с вами пытается его забыть. Но в действительности она встреча с ним. И она пытается ему доказать, она пытается ему доказать тот факт, что, что она достойна. Что она достойна, вот, как раз, того, чтобы ее любили, чтобы ее хотели, хотели, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, отношений у вас нет. Есть только ваше чувство к ней. И ваше чувство к ней, как бы, обусловили обращение к нам. Потому что двух людей любить нельзя. И это нормальная ситуация. Она говорит, что у нее есть чувство к будущему, и к вам у нее просто симпатия. Встречать два месяца с девушкой. Ну, два месяца, это вообще очень мало для отношений. Два месяца, это ничто. Практически. Если только вы до этого ее не знали. Ну, тогда вот. Ну, более подробно, да? Более длительный срок вы ее не знаете. Ага. И если вы говорите, что встречаете два месяца, то, соответственно, вопрос к вам будет. Если вы встречаете два месяца, то как вы познакомились? На каких основаниях, на каком виде деятельности вы познакомились с ней? А что вас, можно так сказать, связывает с ней? Вот. Да, вы сказали, что у вас много общих интересов. Это хорошо, конечно, что много общих интересов. Но, тем не менее, меня интересует именно вот на момент знакомства. На момент того, когда вы сделали ее частью своей жизни. Что вас связывало. Вот это вот, пожалуй, очень такой важный момент. Потому что то, что потом, это понятно. Понятно, но меня интересует, что стоит на первом месте у вас. Либо она как девочка, как ваш партнер для отношений возможной. Либо она как человек. И как партнер вы ее... Как партнера вы ее воспринимаете уже несколько вторично. Вот это вот такой важный момент. Ага, значит, далее. Сказала мне, что до сих пор любит бывшего и чувства к нему не остыли. Ну, опять же, когда сказала, что ее сподвигло вам вот это вот сказать там, что, ну, все-таки два месяца вы встречались, это, знаете, ну, никакой срок, когда люди вот откровенничают настолько, что прямо будут говорят, что... Ну, что... У меня там другой мужчина, и вообще у меня к нему чувства, что у меня остыли, да, и так далее. То есть, вот... Это, на мой взгляд, конечно, ну, такой важный момент. То есть... Что сподвигло ее сказать вам? То, что у нее другой мужчина. Что она любит другого мужчину. А вы, получается, что, вы до этого как бы не знали, да, получается, что у нее там другой мужчина или как? Вы разговаривали про ее прошлое, про то, что было, как и чего? Почему вообще считаете, что за два месяца встречания могут возникнуть сколько-нибудь серьезные чувства? Далее. С бывшим встречались, значит, с сет месяцем, то есть полгода. Любила его. Ну, шесть месяцев – это срок, конечно, побольше, но все равно. Это недостаточно большой срок, чтобы обязательно говорить, знаете, именно о любви, да. Потому что любовь, она все-таки, все-таки, ну, все-таки любовь появляется, да, ну, не так сразу. Вот страсть, да, страсть может стыкнуть быстро, а вот любовь, любовь – это все-таки более такое глубокое. И я не думаю, что там была любовь, если честно. Далее, на ответ. Он ее бросил. Почему он ее бросил? Какова была причина, что он ее бросил? Об этом вы мне пишите, не говорите, а для девочки вообще это очень важно. То есть именно причина, по которой он ее бросил, подогревает ее чувство к нему. Потому что он ее бросил, остался синдром незавершенного действия. И, собственно говоря, человек как бы живет в прошлом, по этой причине. Через пару месяцев начинала отношения со мной. Ну, пару месяцев, в принципе, период неплохой. Хотя обычно говорят о полугодии или больше, для того, чтобы человек окончательно вырешил свои отношения с другим. Вообще, нельзя вступать в отношения с кем-либо, пока не исчезли чувства к предыдущему партнеру. Потому что, ну, в противном случае, просто будет вот то, что у вас. Она ее решила выбить клин-клином. И, соответственно, из-за этого ничего не вышло хорошего из этого. И вот тут, и вот они и туго все время шли. И выяснилось причину. Пусть за два месяца. Знаете, у нас складывается ощущение, что вы от девушки с самого начала что-то хотели. То есть у вас есть установка, у вас есть некое такое, можно сказать, убеждение, что отношения должны развиваться легко, славно. По определенному сценарию, по какой-то траектории, по определенному вектору. Откуда у вас этот вектор взялся, почему он у вас, в курсе ли вы, что люди могут встречаться годами, и там о любви особо никто не говорит, и что возникают привязанности, и вообще на основе этой привязанности там еще через сколько-то лет возникает любовь. Откуда у вас убеждения, как должны идти отношения, да еще и, значит, в течение двух месяцев? Откуда такая структурированность отношений? Для чего они вам тогда, если вы пытаетесь девушку фактически подстроить под свое видение отношений, да? Далее, наши отношения без интима. Ну, вы об этом написали коротко, соответственно, я могу сказать двами. Два месяца это срок на самом деле не такой большой, чтобы вступать в интимные отношения. То есть, опять же, если вы считаете, что это не так, это ваше право, объективно. Объективно ваше право считать так. Но вы, девушки, об этом сказали? Вы, девушки, говорили о том, что вы хотели бы с ней интимность, что вы как бы здоровый мужчина и хотите вообще-то секса, ласка там и так далее. Вот. Если вы говорили ей, и она к этому отнеслась, ну, так вот, как-то сквозь пальцы, например, да, и вообще сколько-нибудь серьезно это не восприняла, это одно. Это ведет к вашей, по сути дела, неудовлетворенности. Ну, потому что вы не будете получать секса. Если вы не будете получать секса, то и удовлетворенным вы, соответственно, тоже не будете, да? Вот. И, опять же, из этого не за всем понятно, как вы сами относитесь к тому, что у вас не было интима за 6 месяцев. Ну, не было, вроде бы как, не было, не было и не было. То есть, ну, это нормально, как я уже говорил. Два месяца, это не тот срок, в течение которого люди вступают в интимные отношения обязательно. Особенно, если девочка там молодая и для нее эти, ну, для нее эти моменты, например, важны, допустим. Ну, интимные отношения, да? То есть, у меня к вам, скорее, вопрос здесь такого рода. Какое место интимные отношения занимают у вас, в вашем восприятии и почему? Говорить, что на остывание может уйти и год, и два, нет смысла нам с ней причастливить, она любит другого, и ко мне просто симпатия не будет. Ну, здесь я вам могу сказать следующее, что девушка, она заблуждается, и двумя годами дело может не ограничиться на самом деле, и с этой может быть и больше, если она не проработает свою вот эту вот созависимость, если она не проработает вот эту вот свою, ну, потребность, вот эту вот свою привязанность к нему с психологом, то это может растянуться на довольно длительный вообще срок, и будет страдать она из-за того, что не сможет, как-то, ну, нормально жить не сможет, и будете страдать вы, потому что у вас не получается, ну, не получились отношения с ней и так далее. Вот. И откуда у нее вот это вот понимание, что год именно, год или два нужно для того, чтобы отношение как-то, ну, ее отношение изменилось, да, к парню. Ну, вот это вот, если честно, для меня тоже вообще непонятно, откуда она взяла вот этот срок, я, то есть, вот я почему говорю, что вопрос похожий, потому что вы там, вот, в другом вопросе тоже очень много внимания было уделено, время, времени, именно время. То есть время, там времени уделялось, ну, прям, очень много, много внимания, много значения. И вы, ну, то есть, задающий вопрос, и ему девочка, как бы, говорили о том, что вот, там, ну, в течение такого-то времени нужно, в течение такого-то времени нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Да, поэтому, собственно, и говорю, что вопросы очень похожи, да. Далее. Значит, так, ну, в принципе, тут она говорит, это справедливо по отношению к вам, что действительно она понимает, что вы страдаете, она понимает, что вы себя ограничиваете, она понимает, что вы не живете дальше из-за нее, и предпочитает вас отпустить. Ну, в принципе, это поведение благородное, неэгоистичное, и могу, могу предположить, что девочка здесь поступает, конечно, правильно. Ибо заставить себя, заставить себя полюбить вас, или заставить себя перестать что-либо чувствовать к другому мужчине, она не в силах. Я полагаю, что нужно ее поблагодарить за то, что она была с вами откровенна именно в том контексте, что сказала о том, что у нее есть чувство к другому мужчине. Да, да, то есть вот эта вот честность и довольно искреннее отношение к вам. Именно вот по этим репликам я делаю такой вывод. Наставляет меня думать, что девочка относится к вам, ну, достаточно искренне, даже несмотря на то, что не может дать вам того, чего вы хотите. То есть, иными словами, не может дать вам любви, скажем так, да? Вот. Значит, далее. Далее вы пишите следующее. И я в нее влюблен, я ей об этом сказал, у нее ко мне симпатия. Ну, опять же, вопрос возникает. Если вы в нее влюблены, это хорошо. Ну, кстати говоря, влюбленность – это еще не любовь. А если вы в нее влюблены, то вы ей сказали о своей влюбленности за чем? Для чего вы ей сказали о том, что вы в нее влюблены? Вы сами чего ждали в ответ? Вы сами чего хотели в ответ? Очень важно, чтобы вы ответили, для чего вы признались ей в влюбленности своей. Далее, значит, я всеми силами пытаюсь ухаживать, радовать ее, заботиться. Иногда бывает, не наступен. Так, для чего вы пытаетесь за ней ухаживать и для чего вы пытаетесь ее радовать? Для себя или для нее? Подумайте, пожалуйста, это очень важно. Если для себя, то вы пытаетесь с помощью этого что-то получить. Опять же, именно для себя вы пытаетесь таким образом получить, возможно, даже не осознавая этого до конца. Тогда нужно это понять. Лучше немножечко определить, чтобы вы все-таки не нуждались вот так сильно в том, чтобы она, именно она, чтобы именно она отвечала вам за имущество. То есть, вот этот момент, он очень важен. Тем, чем лучше вы будете понимать, чего хотите вы сами от нее, и для чего вы делаете то, что делаете, чем лучше вы будете это понимать, тем, собственно, легче вам будет. Чем легче вам будет определить мотив, который вам руководит, при осуществлении вот такого поведения, когда вы столько сил в нее вкладываете. Потому что если вы вкладываете силы для себя, то вы же для себя хотите что-то получить в ответ. Не получаете и из-за этого фрустрируете. Так, иногда бываю недоступен, чтобы не показать, что я всегда доступен. Но вот здесь какой-то у вас уже страх, видимо, что она вас использует там и так далее. То есть, у вас уже, видимо, какой-то есть подсознательный, у меня есть сомнения в том, стоит ли она вообще вашего внимания и так далее. Если вы бываете иногда недоступен, чтобы никогда не показать, что я всегда доступен. Ну, покажете вы, что вы всегда доступен, да, например. Ну, и что, что страшно-то будет, понимаете. Если вы делаете это, как бы для того, чтобы свои дела решать, это одно. А если вы искусственно изображаете недоступность, ну, это, опять же, манипуляция. Что-то вроде манипуляции. Даже, например, на то, что я в нее влюблен. Ну, вообще-то, если вы в нее влюблены, то это не означает всегда доступности и не означает того факта, что вы должны все делать только для нее. Влюблены в данном случае позиционируются вами, как растворение, растворение в человеке, а это не есть хорошо, это предпосылка зависимости. Далее. Далее святые. Создаю положительные эмоции. Для чего? Опять же, вопрос. Собирали даже за границей вместе поехать, но так как такая проблема с прошлым, она сомневается. Ну, это нормально, это действительно нормально. Хотя, если вы убедите ее, если вы сможете ее убедить в том, что поездка за границу это ваша инициатива и что вы от нее, например, ничего не ждете, что вы от нее ничего не хотите, что вы не ожидаете от нее любви и так далее, и так далее, и так далее, то, я думаю, она с нами поедет, потому что это неплохо ее отвлечит, подарит новые эмоции и тем самым может это помочь ей как раз таки забыть своего бывшего или хотя бы отодвинуть его на некий, ну, хотя бы с переднего плана его убрать. Мне 26, я 23. Занимаюсь своим бизнесом, небольшим интернетом, отлично одеваюсь, ну, молодец вы, читая книги, посещая разные мероприятия, места, тиры, пренажерный зал, концерты, театры. Уважаемые анонимы, вы для чего все это делаете? Как-то вот у меня сложилось впечатление, что вот под ваш образ жизни, вы пытаетесь подогнать и девушку, то есть вы очень идеализируете, как мне кажется, свое времяпроводение, то есть вы пытаетесь быть социально реализующимся, социально активным, и девушка должна, по вашему мнению, идеально интегрироваться в эту вашу социальную жизнь. И момент здесь такой, что это бы очень здорово объяснило бы то, что вы так негодуете по поводу того, что отношения идут туго, то есть они идут не так, как мы планировали. Вы планируете всю свою жизнь, вы планируете свой досуг, планируете свою работу, планируете отношения с другими человеками. Они идут не так, вы расстраиваетесь, из-за этого проблема, вы волнуетесь, вы не начнете. Вот не каждый вопрос, откуда такое стремление все подвергать контролю и стремление к тому, чтобы все было идеально. Зачем? Вот это вот активность, которую вы продвигаете, это хорошо, но есть, есть, у меня такое чувство есть, что есть, присутствует некий элемент искусственности во всем том, что вы описываете. Она работает в компании и тоже любит куда-то выбираться, интересы почти сходят. Ну, вы не раскрываете, но я вам верю, я вам верю. По ее инициативе сделали недельный перерыв в свидании и что прям вот на неделю прерывали и все. То есть, что получается, а получается, как? Она, давай не будем общаться с неделю, вы говорите, да, хорошо, давай не будем, и неделю не общается. так что ли у вас получается или как? Простите, я что-то не очень вообще этот момент улавливаю. Вы рассчитывали, что пока вы не будете общаться, появится скука. Но как скука может появиться, если есть ощущение, что вы не общаетесь только неделю? То есть, неделя пройдет и вы вновь будете общаться. А так вы всегда рядом. Нужны более спонтанные обстоятельства для проверки чувств, если вы уже решили их проверять. Например, на неопределенный срок прерывать общение, или, например, не договариваться заранее об этом, не ставить известно друг друга. У вас слишком много договоренностей и рафинированности, что заставляет меня сомневаться в том, насколько у вас чувства истинные именно в контексте вашего быта, вашего образа жизни. Много об этом говорили, я предлагал набраться терпения и любовь к нему пройдет, но тут не в любви дело, это не любовь, это немножко другое, это потребность, это удар по ней самой, понимаете, это не любовь, как сказать, и это не пройдет. Я ее, я ее завоюю ее сердце. Опять же, зачем? зачем вам завоевывать ту в сердце кого живет другой человек? Ну, завоюете вы ее, будет она завоевана, а дальше что? Завоюете ее, и она перестанет вам быть нужна тогда. Как-то вот здесь тоже все очень подозрительно, на самом деле. Откуда у вас во-первых убеждение, что любовь пройдет, а во-вторых вы думаете завоюю и меня смущает. Опять же, в контексте того, что у вас очень насыщенная жизнь. Что тут можно сделать? Ну, на самом деле, работать с чувствами нужно, с вашими чувствами работать, и с ее чувствами работать тоже. С вашими чувствами это отход от излишней рафинированности и структурирования в своей жизни отношений и людей, значит, а с ее стороны это отпускание молодого человека, отпускание ситуации в целом. Значит, что делать девушке для избавления от бывшего сердца? Обратиться к психологу для того, чтобы помог избавиться от этого. это работа и это, к сожалению, неоднократная, не единоразовая работа. Эта проблема ручит наши отношения и завтра собираемся с ней обсудить, что делать. Я не знаю, она не знает, вот и брать советов здесь. Спасибо. Значит, девочке, предложите обратиться к психологу хотя бы здесь у нас на ресурсе. Значит, вам тоже. общение пока на время вам стоит вообще прекратить. То есть, не общаться не неделю, а неопределенный срок, пока вы и одна будете работать с психологом каждый. а потом вам нужно встретиться и посмотреть друг на друга по-новому, что там те изменения, которые будут в результате работы с психологом. И я думаю, что вы тогда уже и будете, будет понятно, будете вы вместе или нет. Значит, еще раз, вы говорите, это рушит наши отношения, на самом деле, это рушит ваши отношения только с вашей стороны, потому что это не вписывается в вашу картину мира, как я уже сказал. И вы фрустрируете именно из-за того, что ваша картина мира рушит. не вписывается. То есть смотрите, у вас все идеально. Да, у вас работа, значит, досуг, одежда, значит, расширение кругозора, все это есть. И девушка должна была стать идеальным дополнением для этого. Но не устала. И из-за этого ручат ваши отношения. не отношения ручатся. Ваше восприятие этого ручится. Это все-таки разные вещи. То есть на девочку ответственность прикладывать вам не нужно. Вам нужно на себя взять ответственность и спросить себя. Почему? Если я ее люблю, меня не устраивает то, что она мне дает. Я делаю ее счастливой. И этого достаточно, если я ее люблю. А если мне этого мало, то почему? Почему именно мне этого мало? Понимаете? Вот какой вопрос вам нужно себе задать. И проблема так сказать разрушения отношений это проблема по-большому счету ваша. Потому что девушка изначально была настроена совершенно определенной. Да, она попыталась, но она не переступала град. А вы бьетесь над тем, что вы не получаете от девочки то, что вам нужно. И вопрос зачем вам это? Это самый главный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.